И о спорте. В эти выходные город Грозный стал центром истории и традиций. Здесь, на стадионе имени Султана Белимханова, прошел юбилейный 10-й фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. В программе театрализованное представление и спортивные состязания. Участие в нем приняла и наша республика. Все подробности в сюжете Зумруд Гамидовой. Развитие массового спорта и межкультурных связей. Именно с этой целью в 2010 году был организован фестиваль культуры и спорта народов Кавказа. Больше известны как Кавказские игры. Сегодня к этому фестивалю готовятся с полной отдачей. Ведь это не только презентация своей малой родины, но и статус сильнейшего спортивного региона. Весь колорит Северного Кавказа можно было увидеть в столице Чеченской республики. На главной спортивной арене Грозного зажгли аналог Олимпийского огня. Так открылся фестиваль. Каждая республика показала свою культурную программу. Дагестан представлял государственный ансамбль танца «Молодость Дагестана». В юбилейном фестивале принимали участие более 700 спортсменов и деятелей культуры из семи регионов СКФО. Спортсмены состязались в 12 дисциплинах, среди которых перетягивание каната, передвижение на ходулях, поднятие тяжести, борьба на пальцах и другие. Для нас этот фестиваль значит очень много. Почему? Потому что для Кавказских республик это дружба между собой, взаимоотношения, взаимоуважение друг к другу. Это очень много значит. И все мы знаем, что спорт как спорт. Ни один вид в мире никого не сплачивает так сильно, как спорт. Поэтому вот здесь вы сами видите, какое окружение, какая атмосфера среди спортсменов дружеская. Драматичным выдался финал мини-футбольного турнира между дагестанской командой и хозяевами поля. Чеченские футболисты первыми открыли счет в матче, но второй тайм остался за сборной Дагестана, которая не только сравняла счет, но и вышла вперед, добившись волевой победы. Финальная игра, да, драматичная игра, очень напряженная игра была. Ну, команда хорошая Чеченской республики, мы, честно говоря, их не на тиск выдержали. И в конце два мяча забили и выиграли. Самым зрелищным этапом состязаний, который организаторы оставляют на финал, считается перетягивание каната. Реакция публики, как на футбольных матчах. В борьбе за золотые медали встретились сборные Дагестана и Чеченской республики. В упорном противостоянии при счете 1-1 победу вырвали хозяева. Близки к победе были и дагестанские рукоборцы, которые были хороши во многих поединках, однако в командном зачете в армрестлинге мы вторые. Как и в прыжковом двоеборье, однако в личном зачете среди мужчин первое место занял наш спортсмен Алексей Просвирин. Сложилось сегодня все благополучно, удачно, нет, нелегко даются победы. Я, если честно, рассчитывал хотя бы попасть в призы, потому что была у меня травма, и подготовка была очень легкой. Но наш внутренний протест был сильнее всех этих противоречий, неудобств, и мы собрались и выиграли. Глава спортивного ведомства Дагестана считает, что фестиваль объединил весь Кавказ. По его мнению, такие мероприятия пропагандируют дружбу и понимание между народами. Лучше, сильнее нашей команды нет. Приехали, а с вами находится дружба и братство народов Северного Кавказа. И вот исходя из этих моментов, так понимающим, подходим к тем или другим сопротивлениям. Отталкиваясь от этих ценностей, мы, конечно, кое-какие уступки делаем. Участники фестиваля соревновались не только в силе и ловкости. Недалеко от стадиона развернулись национальные подворья. Каждый регион представил свой уникальный характер и колорит. Кабардино-Балкария удивляет национальными костюмами, а Ставрополье – казацкими сувенирами. Вот в таком вот павильоне расположилась традиционная дагестанская экспозиция. Здесь представлено все – известные кубачинские изделия, народные промыслы, национальные костюмы, ну и, конечно же, кухня. Все то, что может познакомить гостей и участников фестиваля с культурой и историей дагестанского народа. Медали разного достоинства завоевали дагестанцы и в других видах спорта. Согласно итогам, чеченская сборная завоевала первое общекомандное место. Серебро завоевали наши спортсмены. Бронзовые медали у команды Ингушетии. В следующем году хозяйкой фестиваля станет Карачаева Черкесия. Зумруд Гамидова, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ Чеченская Республика, Грозный.